Абадон, это один из наиболее могущественных демонов, который покровительствует непосредственно стихии разрушения. Ранее он был ангелом, а в некоторых источниках считается, что он и до сих пор им является. Воспользоваться его силой могут лишь самые сильные и опытные маги, которые не боятся возможных последствий. Абадон, кто такой этот демон? Абадон, известный также как Абадон, Абадон, Абадон или Аполион, это один из самых сильных демонов, который олицетворяет собой истинную силу разрушения. В этом он частично похож на демона Велиала, который является чистой силой зла, лжи и обмана. Следует четко различать понятия зла и разрушения, сила разрушения не делит своих жертв на добрых и злых. И более того, порой может иметь благие последствия, особенно когда дело касается наказания виновных и освобождения места для чего-то нового. Именно поэтому некоторые современные иудейские источники продолжают считать, что Абадон до сих пор является ангелом, а любая его демонизация обеспечена лишь его крайне жестокой сущностью. Это подтверждается откровениями Иоанна, где предстающий в образе полчищ саранчи Абадон имеет своей целью лишь вред противникам Бога, а не всему человечеству и тем более ангельскому воинству и небесам. Тем не менее средневековые и современные источники в своем большинстве, как и древняя традиция Каббалы, склоняются к тому, что все же это демон, который ранее выполнял функции губителя на службе у Господа. Впоследствии же его страсть к неуемным разрушениям и убийствам привела к его падению в пучину бездны, где он занимает высокую должность одного из главных хатских военачальников. История Абадона, как и где он упоминается. Первоначально слово Абадон упоминалось именно в таком виде, с буквы F. В древних традициях семитских народов, изначально так называлось жуткое место. Место, в котором происходили массовые казни или убийства, впоследствии стало синонимом одного из уровней преисподней. Оно употреблялось наравне со словом Шиол, обозначавшим пространство, в которое после смерти попадают все люди, как грешники, так и праведники. Это также демонстрирует отрешенную от понятий добра и злосущность стихии разрушения. После этого Абадон становится уже синонимом непосредственно смерти, а с момента написания Откровения Иоанна, он уже однозначно персонифицируется в роли Ангела Смерти. Средневековые демонологи уделяли Абадону не так уж и много внимания, а Гриппа упоминал его в качестве демона седьмого чина, который занимается разрушениями и убийством. Ранее он обладал огромной силой и причислялся к чину Ангелов Серафимов. Действительно, этот демон часто изображался на гравюрах, где он нападал на христиан и святых в облике человека с перепончатыми крыльями, когтями и с уродливым зубастым лицом. В Греции и Византии у Абадона было другое имя, Аполеон, под которым он более известен в православной традиции. Куда более радикальные взгляды в сторону сути этой сущности были обращены в начале XX века. Особенно интересно мнение большинства сектантских течений христианства новой волны. Свидетели Иеговы, Мормоны и Адвентисты, Абадон является никем иным, как второй ипостасью Иисуса Христа. Именно он, по их мнению, является карающей частью Божьего Сына. Эта ипостась помогает ему добиваться воцарения на земле справедливости и Божьих законов. Имя Абадона в популярной культуре Следует отметить, что к образу Абадона интерес в основном был не у практикующих магов и демонологов, которые справедливо опасаются взывать к столь могущественным сущностям. Поэтому о нем в основном сочиняли различные произведения писателей и поэты, а его образ брали за основу самые разнообразные деятели искусства. Живописцы и граверы также не проходили со стороной. Так, Абадон встречается и в нетленном произведении Булгакова «Мастер и Маргарита» и в знаменитой «Мессиаде Клапштока». И тем более в огромном количестве книг современных авторов-фантастов. Любят этого демона и музыканты, его имя часто используется в названиях песен, а трактовка образа может быть самой вольной. Встречается он и в кинематографе, в том числе и в таких культовых сериалах, как «Доктор, кто и сверхъестественная». Но особое внимание этой сущности уделили создатели разнообразных видеоигр. Абадон присутствует и в популярнейшей мобо-игре «Долта 2» в качестве одного из героев. И даже является главным злодеем в целом ряде других поделок разработчиков из всего мира. Иногда, его именем называют «космические корабли», как в игре EVE Online, а иногда «доспехи», как это сделано в Lineage 2. А некоторые разработчики, решают вернуться к корням и называют Абадоном «Адскую местность». Так это сделано в популярном ранее шедевре, игре Диабло 2. Как вызвать демона Абадона и возможно ли это? Стоит отметить, что взывать к сущности, которая олицетворяет собой само разрушение, опасались маги во все времена. Более того, только самые сильные из них смели лишь попросить у Абадона часть его могущества. Ритуалы же, связанные с непосредственным призывом этой демонической сущности, полностью неизвестны. Весьма вероятно, по причине того, что когда Владыка разрушения приходит в этот мир, ничто не может остановить его силу. Большинство практиков демонологов открыто предостерегают от любых подобных обрядов. В лучшем случае, вы просто потратите ваше время зря в попытках правильно выполнить требования выдуманного ритуала. А в худшем, если сущность ангела разрушения откликнется на зов, от незадачливого и неосторожного эвокатора ничего не останется. В целом, следует отметить, что этот ангел является весьма интересной фигурой, о которой интересно было бы узнать. Но любые попытки призвать его для помощи себе в каком-либо деле будут обречены на провал. Возможно, именно этим объясняется отсутствие практических пособий по вызову демона войны в средневековых гримуарах.